Все вопросы, которые я хотел поставить, мы все вопросы обсудили. У нас, прежде всего, это вопросы социально-экономического развития области, поэтому там даны ряд поручений рядом министерств и ведомств для проработки. Это у нас аварийное жилье, это вопрос строительства перинатального центра, и это вопрос развития наших промышленных площадок, это обеспечение газом, электричеством. То есть те темы, которые мы иногда упираемся, где необходимо взаимодействие как региональных, так и федеральных структур. Удовлетворительно, ну то есть, мне кажется, оценка, она удовлетворительная. Но есть замечания, вот видите, у нас сотрудники КБП говорят, что у нас детских садов не хватает. Ну, действительно, у нас еще осталась очередь детей от 3 до 7 лет, 577, 587 детишек. Это вот то, что мы видим очередь на сегодняшний день, и 1300 детей от 0 до 3. Ну, хочу сказать, что в 2013 году мы создали 6200 мест, и по динамике предоставление новых мест в детских садах, мы занимаем 5 место в России, и входим, так сказать, в общем, в пятерку по динамике лучших регионов, обеспеченность у нас и услугой 87%. Ну, могу просто напомнить, что на 1 июля 2007 года, на момент назначения меня губернатором, у нас очередь составляла 10 900, сейчас 1924. Ну, вот, это результат. Ну, конечно, безусловно, конечно, есть люди, которые говорят о том, что до них очередь не дошла. Но так бывает. Мы встретимся, пообсуждаем, какая есть конкретика. — Георгий, что ты спрашиваешь о предметах по другим адресам указа? — Да, безусловно, указы президента — это приоритет в контроле за деятельностью региональных органов власти. Ну, и потом это же развитие страны. Мы много раз с вами говорим, и вы тоже, мне кажется, уже не хуже многих чиновников знаете, не только номера указов, но и их содержание. Поэтому у нас по большинству указов есть неплохая динамика, но все равно есть определенные, скажем, пока еще не решенные вопросы. Это вот аварийное жилье, переселение людей из аварийного жилья. У нас программа более 11 миллиардов, 4 миллиарда — это пока дефицит программы, не предусмотренная ни региональным, ни федеральным бюджетом. Мы надеемся на поддержку федерального бюджета. И пока мы финансируем программу 67 на 33, а целевая установка — это 50 на 50. Что касается фондов, 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 новые таланты, интересные предприятия, в Турской области есть что-то предложить? Турская область на тех презентациях, которые были показаны президенту, предложила наше оборонное предприятие, сделали предложение по пяти направлениям разработки, но они закрытые, поэтому я не готов вам их комментировать, но они, в принципе, интересны. И президент совершенно четко сказал, вы, наверное, тоже на это обратили внимание, что основная задача работы фонда — это горизонт за программой государственного перевооружения. То есть это перспективные разработки, те, которые должны говорить уже о перспективе за 2020 год. То есть то, что может действительно быть совершенно новым и интересным не только для нашей страны, но и в целом для гражданского использования в мире. Ну и на что еще президент обратил внимание, эти разработки не должны повторять новые разработки иностранных государств. То есть мы должны находить свою нишу и двигаться вперед.